друзья всем здравствуйте в эфире абакан 24 интервью с очень интересным человеком человеком искусства человеком оперой в студии ксения майер и в гостях у нас сегодня карлс д анофрио мужчина певец я сейчас даже найду вот поискала подготовилась к интервью интернете в одном из выступлений до в нью-йорке если я не ошибаюсь я ошибаюсь поправьте до критики назвали голос карлоса тенор цвета черного бархата вот такой вот да мы попозже еще немного поговорим что это значит и как мы вообще относитесь к такому вот я не знаю амплуа наверное да тенор цвета черного бархата это субъективно но конечно приятно амплуа 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Карл, здравствуйте! Большое спасибо, что согласились сегодня прийти к нам, немного рассказать о вас, немного рассказать о вас в искусстве и в искусстве в вас. Вот так вот назовем это. И я предлагаю начать с самых истоков. Расскажите немного о себе, немного о том, откуда вы, немного о том, почему вы выбрали именно вот искусство оперы, вот как оно зародилось в вас, потому что это ведь такая сложная сфера, скажем так. Да. Откуда я? Я из Аргентины, я родился в Буэнос-Айрес и там я учился. Как я пришел к оперу? Я всегда пел из детства, но я пел и песни, потом много мюзиклс я пел, когда был маленький в школе, а потом, конечно, голос порвался, как у мальчиков, и я забыл про пение. И когда-то, когда уже было семнадцать, шестнадцать, семнадцать, с моими друзьями мы делали группу или концерт в школе, и тогда снова я захотел петь, и получилось, что я сомневался, что у меня техника не было никакой, что я был устал, и в тот момент я много слышал рок, и я хотел учиться, чтобы петь прямо хэви метр, не опера. Моя самая любимая группа была тогда Iron Maiden, и там Груз Диккенсен, шикарный певец, вокалист, а я хотел так, но я искал преподавателя, где я жил, и ля рок не было. Но я нашел одна женщина, она армянка, которая миграя в Аргентию, и ей сказал, дорогой, я буду тебе учить классическая техника, ты потом, это будет тебе помогать по-любому. Ну, хорошо, я начал с ней посаниматься, прошли несколько месяцев, она мне привела к ее преподавателю, она очень уже пожилая женщина, солиста из Смолинского, из Театра Кулон, и она мне толкнула больше, дорогой, у тебя голос есть красивый, давай занимайся посерьезно. И так начал, и дальше начал в консерватории, потом в Театр Кулон, там есть институт, академия тоже в Театре Кулон, и когда я уже работал как солист, я познакомился со своей женой, она русская, она работала тогда в Театре Кулон как концермейстер, и через несколько времени ей было нужно приехать обратно в театр, в Маринке, где она до сих пор работает, а я пришел с ней, мы же не были женаты, но я сказал, ну, давай поедем, посмотрим как. Посмотрим как, да? Знаете, еще вернемся немного в детство, опять же, на просторах интернета, если это неправда, то поправьте, я нашла, что ваша мама очень уважала оперное пение, и что в целом любовь к этому искусству, в том числе, повлияла на вас, скажем так, она. Да, моя мама, она очень любила оперу, и дома всегда слушала музыка, не только опера, и вузаново, и танго, и классическая музыка, разная. Но она всегда любила, когда я пел, это был ее самый главный инстинктив на это, и поэтому я, когда я решил, что хорошо, я не был, как, у меня не было никакого испуга, если я скажу, я буду петь, я знал, что мои родители, они и поддерживали бы меня, и так получилось. Ну, важна была для вас поддержка родителей, или вы бы и без поддержки начали петь? Это не знаю, потому что поддержка всегда была, да, но и слава богу, я знаю, хотел бы я быть архитектором, или повар, или что-нибудь, я знаю, что поддержка от моих родителей всегда была бы и там. Ну, это очень важно, да, действительно, здесь я с вами соглашусь. И скажите, пожалуйста, немного поговорим о том времени, вот у меня небольшая тут вырезка, скажем так. В Аргентине в 2007 году Карлос выиграл международный вокальный конкурс, и был приглашен выступать в Нью-Йорк. Давайте немного поговорим об этом времени, каково было выступать в Нью-Йорке. Наверняка это была бы какая-то большая сцена. Да, это был очень красивый зал, один, нельзя сказать, замок, это большой дом в Нью-Йорке, и мы были приглашены с другими солистами на конкурс, который организовал доктор Алекандро Кордео, он меценат из Аргентины, он там организовал свой международный конкурс. И, да, к счастью, я выиграл первый из этих конкурсов, мы поехали в Нью-Йорке, и потом у меня тоже благодаря доктору Алекандро Кордео, и я остался там на пару месяцев, чтобы учиться еще дальше. Это было очень интересно, был первый раз я был в Нью-Йорке. Хороший опыт, да? Да. Хотелось бы повторить. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот вы немного рассказали о своей биографии, о том, что ваша будущая жена работала изначально с вами в Аргентине, а потом в Мариинский театр ей вдруг понадобилось, да, и вы решили поехать вместе с ней. И правда ли, что вот в 2009 году это произошло, если я не ошибаюсь? Опять же, это все из открытых историков. Да, в 2009 году это произошло, и тут опять же пишут о том, что стали первым постоянным иностранным приглашенным столистом Мариинского театра. Вот как это произошло? До этого не было у нас приглашенных артистов иностранных? Нет, конечно, и приглашенных артистов есть, но... А может быть ошибка? Может быть ошибка, да? Не знаю, но в принципе я не знаю других оперных пиццов, которые иностранцы, которые, может быть, из бывшей республики, из Советского Союза, да, там многие есть, но хотя я точно первый южнеамериканец, американец, который там работает как солист постоянно. Просто обычно есть приглашенные солисты, которые придут на спектакль или на постановку, и потом они уезжают, но не из тех, которые в труппе все время. Скажите, пожалуйста, а вот почему все-таки решили задержаться и остаться в Мариинском театре? Чем был бы способен выбор? Как не остаться? Мариинский театр один из самых лучших и самых больших театров в мире. По количеству солистов, площадкой у нас есть и исторический Мариинский, новое здание Мариинского театра, рядом есть концернный сал тоже. И все благодаря Валерию Висаличу, Георги, театр работает, и это как машина, которая не остановится. Все время что-то происходит, все время идут новые спектакли, и много солистов, и певцов. Это очень интересно. Каждый день, когда ты приходишь на работу, это кайф. Потому что столько жизней внутри этих зданий. Если на секрет, как зовут вашу жену? Жена моя зовут Екатерина. Это вы до сих пор вместе, да? Да, да. Вот нескромный, быть может, вопрос, но тем не менее, когда Екатерина поехала в Санкт-Петербург, вот почему именно вы поехали за ней, а не она решила остаться там, вот в Аргентине? Или почему в итоге остались именно в России, а не в Аргентине вернулись? В Аргентине у нас есть, в Буэнос-Айресе особенно, один из самых красивых театров в мире. Это театр Кулон. Прекрасное здание, прекрасная акустика, очень хорошие, там и оркестры, хоры, и все. Но понимаю, что это репертуарный театр. Это сезонный театр, не репертуарный. Там работа, в конце концов, для солистов, и мало. Сложно жить как оперный солист в Аргентине. Сложнее, чем в Европе или в России особенно. И... А почему же? И она должна была вернуться в Питер, а я приехал сначала, просто, как я сказал, давай посмотрим, что там. И... А я приехал, были какие-то мастер-классеры, которые... Малининский театр организовал в Микеле, там внутри фестивал Георгиева, там, в Микеле. И... После этого было прослушивание в театр, мне взяли, ну, так, и жизнь потом... Так и остались. Да, да. А периодически возвращайтесь туда? Да, да, раз в год я питаюсь ехать туда. Или мои родители, они прилетают тоже. Угу. Тоже интересно, как родителям здесь, в Санкт-Петербург? Путешествуете вообще по России? Да, по России, где путешествовали они? Да, мы... Особенно, когда они приезжали, всегда было, чтобы увидеть свои внучки. И... В большинство времени мы были в Санкт-Петербурге, потому что моя мама, она обожала Санкт-Петербург. Но тоже мы ездили и на круиз, и в Санкт-Петербург, в Москве, и в Карелии, и на юг России тоже. Ну, чуть-чуть успели. Немножко повидали, да? Да, да, повидали. Но, тем не менее, у вас лично обширная такая гастрольная деятельность. Вы наверняка побывали много где. В России, да. По многим городам. По многим городам, да. Но, правда, всегда, что у нас есть малое время. Придешь на концерт, есть, если, дай бог, день, чтобы что-то посмотреть, и потом дальше на следующий или обратно домой. Но мне всегда очень... Каждый раз, когда у меня есть шанс куда-то уезжать или прийти на новый город, я в восторге, потому что я очень люблю Россию. Стоит отметить, что Карлос Де Анофрио выступит в Республиканской филармонии уже 26 ноября. Как подготавливаетесь сейчас? Сейчас сплю. Нет, мы уже подготовились в Санкт-Петербург. Все мои музыканты, они приезжают завтра. И уже концерт готовили. Сейчас мне просто нужно быть в хорошем настроении и отдохнувших. Отдохнуть нужно хорошо. Это очень важно. А вы впервые в Абакане или бывали уже? Первый раз в Абакане. И как вам? Поделитесь впечатлениями? Я только что прожнулся, поэтому еще не ждут. Еще нигде не были, да, пока? Сейчас после интервью я думаю, иду гулять немножко. И тем не менее, до этого я смотрела так кратко вот эти ваши поездки, ваши гастрольные туры. и это были такие города, ну побольше, чем Абакан. В любом случае были большие города и города-миллионники. У нас город небольшой. Вот можно его даже назвать, я думаю, провинциальным в каком-то смысле. И как вы считаете, как наша публика, несмотря даже на то, что у нас есть филармония и очень много проходит выступлений и приезжают приглашенные звезды и все очень вот так культурно насыщенно, и тем не менее, как вы считаете, как воспримет наша публика? Я уверен, что публика будет принимать очень хорошо, потому что везде, где я был в России, я сам считаю, что уровень культуры у людей здесь очень высокий. И всегда они и публика, и я думаю, надеюсь, что здесь тоже так будет, они очень открыты на новые приглашения. как у нас в этом случае этот концерт не будет опорный, это концерт из латиноамериканская музыка, все песни, которые я слышу из детства от моей мамы, бабушки и в семейных встречах. и все равно через эту музыку мы будем вам рассказать историю любви, потому что ваше свойство этой песни о любви, о начинающей любви, о как закончится, как происходит. Но я уверен, что публика будет очень-очень тепло принимать все это. Вот я дальше хотела задать вопрос, чем обусловлен выбор вашей программы, но вы, мне кажется, уже на него ответили. Напоминает о теплых семейных встречах. Нет, да, но в этой семейной встрече и путешествии на машине с моими родителями я узнал эту музыку. Но потом эта музыка жила со мной много лет и была моя компания в радостный момент, когда многие моих истории любви начались. Тоже были песни, которые мы играли с друзьями на серенадах, когда была нужна эта музыка, которая не очень близко. В каких еще городах побывала эта программа? Эта программа была в Москве, в Санкт-Петербург, Сочи, Исинтуки, забуду многих. В общем, много, да, городов, где она уже побывала. Знаете, вот мы поговорили немного о вас, о вашем детстве, о вашей текущей жизни. Ставрополь. Ставрополь. Да, поговорили немного о том, что произойдет у нас здесь буквально через несколько дней. мне вот просто интересно узнать, какая у вас мечта, вот элементарно, о чем вы мечтаете, чего хотите добиться, как хотите, что для вас, наверное, будет тем моментом, даже не знаю, как выразить свои слова, понимаете, тем моментом, когда вы поймете, что вот, вот это то, к чему я стремился всю свою жизнь. в каком мысль, потому что есть тех моментов, каждый день, когда я смотрю своих детей, это просто счастье, полное любви, каждый день, когда я проснулся со своей женой дома, у нас тепло и приятно тоже, я думаю, что на это я стремился и стремлюсь дальше, тоже как творческий, каждый концерт, когда главное для артиста, это каждый момент, нельзя думать о будущем, особенно, когда ты музыкант, то, что ты даешь, есть в тот момент, а потом больше нет, поэтому не надо оценить то, что в том моменте. Главное, я всегда стремлюсь, я пытаюсь говорить правду, как я могу, просто я помню, когда я учился актерского мастерства в Аргентине, мой преподаватель нам рассказал историю один старый мастер, на который он просил «А вы готовитесь на роль, на ролями?» Он сказал «Легко, я одену свою шапку, иду на саметку и говорю правду». Это звучит банально, но это очень реально, если ты все, что ты делаешь как творческий человек, должен пройти через тебя, и даже если это не твои слова, которые ты поешь, кто-то другой, другого это, писал, ты должен это понимать, делать свою, и рассказать публику как правду. Не сыграть, а прожить, да? А в России, вот именно в театральном искусстве, да, тоже это иногда называют высказать свою гражданскую позицию через своего героя, да, это очень интересно. Я предлагаю вам обратиться в камеру и пригласить зрителей на ваш концерт, немного вкратце рассказать, что мы там услышим, какие произведения прозвучат, ну и, собственно, почему стоит туда прийти? Дорогие абаканцы, я вас приглашаю на мой концерт 26 ноября, там будет звучать прекрасно латино-веканская музыка, почему стоит туда ехать? Я думаю, что для нас всех это будет праздник, и я уверен, что вы выходите сал со своим сердцем полной счастья и музыки. работы это全 пара мне – вiser сия Это все יעна м réal у б – это м Субтитры создавал DimaTorzok Всегда интересно узнавать о людях, которые немного не отсюда, скажем так, не в поле нашего зрения, да, и несмотря на то, что вы, наверное, уже русский человек будем называть, а, кстати, вот вы считаете себя русским человеком за столько лет проживания в России? Именно душевно, конечно, вот. Да, это, не могу сказать, это родина моя, но здесь родина моих детей, здесь я живу, и у меня здесь много друзей. Конечно, часть моя русская. Угу. Вот, в общем-то, и всё на этом. Все вопросы, которые я хотела вам сегодня задать, я задала. Очень, ещё раз повторяю, интересно было с вами пообщаться. Большое спасибо, что пришли. Друзья, ну а вы 26 ноября обязательно приходите в нашу Республиканскую филармонию. Билеты ещё есть в продаже? Есть. Билеты ещё есть в продаже, приобретайте. Ну и, в общем-то, слушайте музыку, наслаждайтесь музыкой, слушайте оперу, прочувствуйте оперу, проведите её сквозь себя, и, быть может, уйдёте действительно, как и говорит Карлос, с частичкой чего-то тёплого, хорошего и нового для вас. Всем спасибо, что были с нами, и до свидания.